здравствуйте мои дорогие друзья вот такая у нас просто в стадике наверно сам час такое небо детишки играются красота я пошла за хлебом за молоком на улице солнце ну хоть немножко вам сниму но это уже знакомое для вас место это наш двор вот и вот так вот иду не знаю видно нет покажу для вас такие деревья здесь вот тенечек вот такие вот деревья у нас красиво это наш садик там першина а я иду вот по этой тропинке сквозь дома и пойду-выду в магазин друзья вышла так у нас дома с того двора я вышла и вот так иду по направлению киоска вот такой обычный мой обыкновенный мой маршрут по которому я двигаюсь за молоком за хлебом ну и сниму наш солнечный город голуби красивые так жаль я не взяла хлебушка вам мои родные сегодня вот улица на которой я живу мой дом туда дальше буквально через два дома трамвая наш сейчас я вам покажу уголок место цветочная женщина такая умничка сама все абсолютно своими руками выполнила дай бог ей здоровья оградила вот видимо я не знаю может быть ей помогли покажу вам культуры которые она рассадила причем она это сделала все одна представляете какая красота слава богу вот огородила чтобы не шастали все таки цветы украшения жизни как они нас радуют здоровья людям которые облагораживают все так красиво рассаживают правда вот как распустились мальвочки и герберы здесь какая красота дай бог здоровья всем кто облагораживает нашу жизнь наши дворы знаете эти цветы календула да вот они напоминают мне моё детство я не знаю вот кто шестидесятых семидесятых рождения те меня поймут потому что в наших садах всегда было ну как вам сказать всегда были вот такие вот красивые цветы цветы так что вот голубь красивый еще раз вам покажу машины машины наши вот по этой улице каждый день можно сказать я хожу но не каждый день но практически сейчас иду за молоком за хлебом да и прогуляться вот наши люди машины здесь магазин ткани насколько я помню а парикмахерская уже парикмахерская ну и вот пристройки к этим домам прямо вот магазин очень удобно не надо там рассказывать по всяким бутикам но можно конечно выбраться если необходимо там но если деньги есть да и хочется что-то такого цивильного а так все под рукой вот буквально буквально вот эти дома да все они у нас под магазины сделаны я просто хожу вот по этому маршруту каждый день друзья ну пока не позволяю себе далеко выезжать в связи с тем что ну немножко нужно оздоровиться я имею ввиду память и вообще окрепнуть поэтому это вот мой маршрут там першина там вот дальше может быть вы видите киоск там покупаю всегда арбузы алычу ну все такое вот семечки там хорошие продаются а здесь вот у нас магазин где я колбасу покупаю парикмахерская в которой я хожу и концтовары в общем как то все вот так вот все вам показал друзья все вам рассказал там у нас почта платим за квартиру аптеки такие вот красивые красивая красивая наша улица ну что где хожу как говорится там и снимаю друзья вот это мой родной район здесь я живу я вообще в Челябинске родилась и 53 года можно сказать живу ну вот грубо говоря в 45 лет посещаю москву потому что там у меня дети и приходится ездить люблю столицу но Челябинск родной вот видите написано первый вкус вот иду сюда за молоком за кефиром потом вот в эти киоски за хлебом дальше куплю себе фруктов перейду вот через трамвайную линию и домой ну еще может быть пройдусь вот туда дальше сниму вам цветы если конечно получится ну пока вот так вот вот такой путь ну все на этом дорогие друзья все вам показала рассказала вот такое небо вот хочу вам заснять там у нас дальше Пешинский район здесь у нас вот здесь вот я покупаю фрукты и туда дальше я прохожу вот оттуда я иду это мой район здесь у нас класс а цветы я вам покажу не в Дикси и не там а вот видите троица идет вот нету даже за ними но я единственное что наверное с этой стороны обойду почему потому что покажу для вас цветы давайте вот очень все красиво тут у нас там дальше фрукты вот в этом районе я живу друзья я очень люблю наш район я живу в металлургическом районе много-много лет уже привыкла вот у нас видите я вам говорила что Першина продолжение вот за этим садиком ой за этими домами идет садик в котором я росла здесь Першина улица вот вот маленькая здесь топотушками своими маленькими ножками я топова шла в детский сад моя любимая воспитательница Тамара Алексеевна царство небесное ее уже нет и вот так вот проходит а если вот так вот идти то можно выйти к моему дому по прямой по прямой и как говорится по дворам а я пойду сниму вам сейчас цветы вот за этим домом поснимаю немножко для вас коль я уж вышла на улицу то поснимаю правильно правильно давайте вот я сниму вам двор это двор особенный сюда часто я привозила маму свою здесь жила ее подруга и они вот в этом доме в девятиэтажке все знали мою маму вот на этой лавочке она сидела это воспоминания этот дом вообще дом тетя Зарифы я его называю он связан с памятью о моей мамочке вот и вообще район этот и остановка называется першина можно сказать моя жизнь ну связана именно вот с першина я даже в своих видео делала заглавия истории про наш район вот сейчас иногда к сожалению не всегда выпускается видео я даже не знаю в связи с чем это связано но как-то вот не всегда у меня получается нет не то что вдохновение а скорее всего немножко нет таких сил чтобы снимать вот вот так что вот смотрите какие люди повесили игрушки вот представляете как украшают у нас дворы домики вот какой мишка вот такие вот наши челябинцы хорошие добрые люди жизнь Урала можно сказать все все живут ну как это же рабочий район здесь заводы учащиеся дети рабочих и вот не ну конечно есть и интеллигенция и все в нашем городе есть и культура ну вот что я хочу сказать в общем-то металлогический район ознаменован тем что здесь именно рабочий люд и именно вот ну как рабочий класс в этом районе я живу тридцать девятый дом последний по пятьдесят лет в КСН видите это уже люди здесь обустроили загородили вот даже я смотрю рябинка перевязана смотрите какая красота вот это район вот так что немножко для вас и то я рада вот чтобы хоть что-то показать ознакомить вас дальше вот туда идет речка вот так вот нужно идти-идти да пешком и дойти до речки а вот по той стороне там где мост часто показ вот его видно даже сейчас я дойду и немножко вам увеличу вот по тому мосту я часто хожу сейчас я вам покажу вот видите работает в жилете в оранжевых жилетах мастера вот это как раз мост вот по той стороне я хожу и вам часто показываю улицу дворы сейчас я немножко уменьшу и вот оттуда я иду вот так вот живем так что показываю там у нас поликлиники больницы там мост там уже выход идет на базар вот через мост проходишь и попадаешь на общий базар поэтому в общем-то расположение в плане периферийности магазинов и вообще дорог и самой обустроенности жизни очень удобно и вообще наш район в принципе можно обойти весь пешком рабочие работают вот видите кольцо трамвайной линии здесь разворачиваются трамваи ну то есть хоть немножко я познакомила вас со своим районом мои дорогие друзья вот я могу сейчас так пойти пойти и пойти на базар например да но я пойду не на базар я вернусь назад потому что мне нужно закупить молока хлеба и фруктов я пойду вот на ту сторону ну все дорогие мои друзья немножко вам показала то я очень-очень рада будьте счастливы мои золотые вот видите друзья вот магазин дикси и вот я сейчас перейду трамвайную линию и пойду по той стороне уже здравствуйте вот наши мастера мужчина молодец здоровается у нас люди доброжелательные хорошие ну что хочу отметить сказать это уж точно что челябинцы наделены ну какой-то особой аурой конечно всегда имеются как говорится вещи с которыми приходится иногда разбираться я имею ввиду ну далеко ходить надо вот например те же поликлиники обязательно из ста процентов три процента найдется измотанных вымотанных врачей с которыми неохота иметь дело которым даже неохота обращаться но все же девяносто семь процентов людей будут добрыми поймут тебя выслушают и вот точно так же в нашей жизни так что показываю вам наш район наше небо голубое вот в этот дом ходила моя мамочка подруги к своей вот туда я все время хожу на базар это магазин красное белое здесь тоже иногда что-нибудь покупаю а сейчас я вот по этой дороге пойду перейду улицу пешеходную перейду дорогу и по направлению вон видите киоск на остановке куплю там кое-что но сначала я на остановке куплю хлеб с молоком и дальше туда уже чуть-чуть возьму круто вот так что вот такие дорогие друзья для вас небольшие показики снимаю для вас мои родники свой район в котором я живу люблю вас покажу вам машины наши ну не знаю может быть кому-то интересно трамваи вот сейчас вот я зайду вот за свою с печатью хлеб куплю вот перейду через эту трамвайную линию потом еще немножко пройду и вот в тот киос зайду куплю арбуз себе еще что-нибудь из фрукта вот вот сюда в дикси я хожу в магазин ну еще вы знаете что я живу туда дальше у нас прямо можно сказать в доме есть пятерочка вот пекарня там дальше основное першино и вот так вот все я вам показала мои дорогие ну все на этом я буду завершать свою съемку я уже ухожу немножко союз печать вот вот тут киос хлебный и вот здесь любимая кулинария это моя остановка вот здесь вот я покупаю хлеб вот а вот так вот дальше дальше туда и мой дом мы перешли улицу это наш монумент скажем так района вот вот позади осталась крепшина а я перехожу вот в этот киоск я пойду потом я зайду красное белое а там у нас идет вот если по правую сторону сплеть туда дальше дальше и утес вот видите зеленый светофор и мне нужно успеть пройти сейчас я успею сейчас я вот видите зеленый светофор сейчас мы можем успеть пройти вот тоже наш фирменный отдел первый вкус туда я следую вот по этой дороге если идти идти то выйдешь уже сразу туда к мосту к реке но обычно я вам уже показывала вот наши ибушки и вот так вот оттуда я пришла я прошла и я вам показала мои дорогие это уже район у нас 50 ну Петикалмуково он более такой старенький но все таки это знаменитый район то есть если вы спросите про район Чумызе улицу 50 лет Волк СМ Петикалмуково вот это как раз начало нашего района вот такие деревья и вот туда дальше идти идти мы придем на базар ну а здесь вот тоже аптека в которой я часто прохожу посещаю ну как говорится показываю маршрут где мы ходим там я снимаю ну вот вот я сегодня рада что хоть немножко я вам сняла свой район вот именно непосредственно где я живу хожу каждый день вот такие вот красивые цветы парикмахерская вот такой вот дом и туда дальше идти идти и наш базар вот видите развилка развилка приведет к моему дому если уж так говорить вот друзья все я вам можно сказать рассказала показала мои родники вот такая вот красота и вот оттуда я пришла я показывала вам так цветы а мой дом направление идет вот в ту сторону у нас лето сегодня ну где-то в 30 градусам точно есть вот так что на этом я буду завершать свой небольшой короткий репортаж хоть какую-то прогулку вам сняла и то я рада и на этом буду заканчивать желаю вам всего самого-самого наилучшего добра друзья и всех благ всегда во всем чтобы благоволил господь бог и чтобы всегда было счастье радости все самое наилучшее хоть как хоть бежит за хозяйкой ну вот я как раз подошла в магазин вернее киоску молочную и буду покупать кефир молоко и сметанку мы перешли улицу это это наш монумент скажем так района вот позади осталась вершина а я перехожу вот в этот киоск я пойду потом я зайду красное белое а там у нас идет вот 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 если по правую сторону туда дальше дальше и утес вот видите зеленый светофор и мне нужно мне нужно успеть сейчас я успею сейчас я вот видите зеленый светофор сейчас мне нужно успеть пройти вот 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 тоже наш фирменный отдел первый вкус туда я следую вот по этой дороге если идти идти то выйдешь уже сразу туда к мосту к реке но обычно я вам уже показывала вот наши ибушки и вот так вот оттуда я пришла я прошла и я вам показала мои дорогие это уже район у нас 50 ну Петя Калмуково он более такой старенький но все таки это знаменитый район то есть если вы спросите про район Чумызе улицу 50 лет Волк СМ Петя Калмуково вот это как раз начало нашего района вот такие деревья и вот туда дальше идти идти мы придем на базар ну а здесь вот тоже аптека в которой я часто прохожу посещаю ну как говорится показываю маршрут где мы ходим там я снимаю ну вот я сегодня рада что хоть немножко я вам сняла свой район вот именно непосредственно где я живу хожу каждый день вот такие вот красивые цветы парикмахерская вот такой вот дом и туда дальше идти идти и наш базар вот видите развилка развилка приведет к моему дому если уж так говорить вот друзья все я вам можно сказать рассказала показала мои родники вот такая вот красота и вот оттуда я пришла я показывала вам так цветы а мой дом направление идет вот в ту сторону у нас лето сегодня ну где-то к 30 градусам точно есть вот так что на этом я буду завершать свой небольшой короткий репортаж хоть какую-то прогулку вам сняла и то я рада и на этом буду заканчивать желаю вам всего самого-самого наилучшего добра друзья и всех благ всегда во всем чтобы благоволил господь бог и чтобы всегда было счастье радость и все самое наилучшее хоть какая хоть бежит за хозяйкой ну вот я как раз подошла к магазину вернее к иоску молочному и буду покупать теперь молоко и сметанку хочу вам заснять вот какие сосны какие деревья в нашем районе хорошие вкусные щеки ой пойду попросить его Субтитры делал DimaTorzok Ну как красиво, дай Бог здоровья вашим рукам Дай Бог здоровья Столько красоты, это столько работы, столько все это Дай Бог вам счастья, дай Бог Ой, люди, ну посмотрите, как красиво сделано Дай Бог здоровья этим людям Это вот в нашем дворе Вот сколько труда, правда, сколько труда И смотрите, какая красота Ой, ну просто чудо Вот, правда, молодцы, люди молодцы И в этой стороне тоже цветы Ну просто чудо, правда Какая-то кто-то тетрадку забыл Или это такой для... Чтобы не быть по вечерам в тоске Творите что-то на разделочной доске Ну какие молодцы люди, а Это специально для красоты Для удобства Хоть снять нашу красоту такую, правда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!